Ре! Вис Этерс Ирте! Но несмотря на все внутрипартийные склоки, шансы возглавить правительство у Солвита Аббултани остаются. Мой коллега Сергей Герасимов разложил политический пассианс и вот какой расклад у него получился. За годы независимости латвийская политика потеряла не одну партию. Громче всех уходили, наверное, тяжеловесы. Латвия-Сцельши, Народная партия. Обе некогда лидеры рейтингов и костяк коалиции. Звучит знакомо. Впрочем, нынешнее правящее единство не идет по их стопам, считает ряд экспертов. Вместо этого проходят свои собственные, никем до сих пор неизведанные круги партийного ада. В единстве происходят эти процессы такого, я не знаю, полураспада, так назовем это так, происходит просто в наших глазах, при том, что партия является правящей партией. И, в общем-то, здесь значительную роль играет как раз личные амбиции и неспособность просто сосуществовать в рамках одной партии, когда лидер партии заявляет при живом и действующем премьере, что она бы тоже не против стать премьер-министром. Но я думаю, до этого у нас таких процессов не было. Доминирование одного человека, который буквально уже фатально тяготеет к власти, невзирая на внутреннее положение и в парламенте, и в правящей коалиции, и прочее, прочее, это неестественно немножко, и это не было характерно для тех партий, которые мы упоминали. Исправить ситуацию так хорошо, обрисованную политологами, недавно вызвались шесть членов партии, так называемое либеральное крыло. Депутаты Лоли Тачигана, Илзе Винтила, Инс Далдерис, Алексей Лоскутов, Андрей Юдин и Вейкос Политис. Они говорят, модель коалиции из нынешних трех партий менять нельзя. И недовольны интригами вокруг отставки премьера Лаймдот и Страуимы, а также манерой ничего ни с кем не обсуждать, которую взяло за правило руководство единства. Своими разговорами они уже чуть было не раскололи партию. Мы сами выбрали и сами решили, что это будет наш министр. Почему именно наш сейчас, и почему таким образом надо было организировать эту отставку. Пусть коллеги по партии сделают выбор. Или они отказываются от демократии и избавляются от тех, кто защищает демократические нормы в партии, или все-таки партия меняется. Либералы показывают пальцем в сторону Солвиты Аблтани, не лидеры единства, которую на этой неделе правление партии все же выдвинуло на пост будущего премьера. Политическая логика говорит, решение спорное. У Аблтани не только рейтинг негативный, но и оба партнера по коалиции не спешат ее поддерживать. Союз зеленых и крестьян вроде и не против, но сначала намерены попытать счастье со своим кандидатом Марисом Кучинскисом. А вот национальное объединение не устает повторять. Аблтани должна уйти из политики. И с ней во главе ни в какую коалицию не пойдут. Возможность того, что националы передумают и поддержат Солвиту Аблтани на посту премьера, здесь в Сейме называют рождественским чудом. Но ведь если подумать, когда еще, если не в Рождество, происходит то, чего так ждешь. А если есть сильное желание, то оно обязательно исполнится. И 51 голос в парламенте в пользу Аблтани всегда найдется. Ведь коалиционное уравнение, в котором на первый взгляд так много переменных, может решиться и без националов. Если верить кулуарным разговорам, Кучински, с которого зеленые выставили против Аблтани, лишь инструмент политического шантажа. И получив от единства то, что им нужно, например, лишнее министерство или влияние в обезглавленном предприятии Латвия с Дзелстельш, зеленые и крестьяне поддержат Аблтаню. Что же до националов, их голоса легко заменить на поддержку оппозиции. И этот план, возможно, уже запущен. Оппозиционное объединение регионов уже неоднократно получало намеки на то, что их новичков большой политики вот-вот пригласят в коалицию. А на этой неделе регионалы лишились депутата Артуса Кайвинша, у которого были разногласия с мэром Вейнспилса Айворсом Лэмбрексом и счеты Саблтани. Два флагмана моей фракции, господин Лепинш и господин Бондарс, хотят попасть во власть любой ценой. Я понял, что они больше не представляют интересы общества всеми, а представляют свои личные интересы. У объединения регионов больше нет принципов. И для меня неприемлемо сидеть за одним столом в коалиции, которой руководит Солвита Аблтаня или Союз зеленых и крестьян, чей император – это человек, которого обвиняют в тяжких преступлениях Айворс Лэмбергс. Пока этот человек не будет сидеть в тюрьме. Он же все снимает. Пусть он показывает этот фильм, где мы собираемся правительство с госпожой Аблтаней. Он же все снимает. Вы же спрашиваете, где это видео. Нет, регионал ясно готов в коалицию. То есть там вопросов нет никаких. Политтехнолог Юргис Лэмбергс в свое время консультировал народную партию. Говорит, если Аблтаню не кинет оставшаяся часть «Единства» и «Зеленые», то лидер «Единства» может рискнуть и поменять национальную карту в коалиционной колоде на региональную. Остается вопрос, что делать с тем самым либеральным крылом «Единства». Без их поддержки голосов все равно не хватит. Ее партия «Едина», говорит глава от сердца Латвии Ингуна Судорба. Однако разговоры о том, что поддержку своего кандидата «Единства» ищет и в этой партии, слышала и она. Неофициально сообщается, что ряд членов партии Судорбы готовы уйти к «Зеленым». Никогда ты в жизни ни за кого не можешь быть уверен. Я часто людям говорю, что вы сами себя не знаете, при каких условиях, как вы поступите. Я тоже видела много случаев в своей жизни, своего опыта, как руководитель, как люди поступают, когда они получают повыше должность. И всегда я говорю, что люди не меняются, просто новые возможности раскрывают какие-то скрытые их черты характера. Для каждой партии нормально стараться попасть в власть. И для политиков отдельных тоже нормально стараться попасть в власть. И ничего такого особого в этом нет, что там есть какие-то партии, партии Судорбы, партии регионов, которые стараются, может быть, как-то смотреть, можно использовать эту ситуацию, чтобы попасть в власть. Это нормально. Но все равно мы не видим. Даже при любых этих раскладах трудно быть так уверенным, что для Аббута не есть голоса. Еще труднее представить, что после всех этих ходов единства президент Раймонд Вейонис с чистой совестью доверит Аббута не формировать коалицию, говорит Лейпнекс. Хотя, говорят, президент у нее в долгу за свое избрание. Личное дело Сергея Герасимова, Латвийская телевидение.